Без чего австралийцы буквально не представляют свою жизнь? Сегодня мы поговорим о 10 вещах, которые можно найти буквально в каждом австралийском доме. С вами Марина, добро пожаловать на мой канал об Австралии и поехали! Начать мне свой список сегодня хочется с такой штуки, которая называется Esky. Это на самом деле такой переносной холодильник, этакий, знаете, пластиковый ящик, у которого термостенки, и они могут быть совершенно разные в размерах, как вот от таких вот небольших коробочек, так это просто огромных таких холодильников, которые становятся просто неподъемными, если туда положить еду или особенно, если там лежит большое количество пива. Вот так вот выглядит холодильник Esky. Здесь вот у нас есть такие 4 подстаканника. Вот этот 38 литров объем. Вот так вот он открывается. И вот так выглядит. Он немножечко не очень чистый, потому что мы его давно не использовали. У него еще есть такая ручка, колесики, что очень удобно, когда он тяжелый, вот так вот его катить. И такие холодильники часто берут с собой на природу, на пляж. Люди приезжают, собираются компаниями, достают эту всю еду, напитки и устраивают такие вечеринки. И, конечно же, такие холодильники очень удобны при жаркой погоде. Для сохранения холодной температуры внутри туда можно накидать льда. Например, на заправках продаются такие огромные пакеты со льдом, 5-килограммовые, которые просто разрываются, туда все это высыпается прямо на еду. Или также можно закупить специальные брикеты, искусственный лед, которые просто хранятся в морозильнике и перед пикником достаются и укладываются в холодильник. Кстати, Esky – это название самого популярного бренда, который производит такие холодильники. Просто со временем это название стало таким нарицательным именем, и теперь все холодильники называются Esky. Еще одна вещь, которая просто незаменима в жаркую погоду – это вот такой вот Stubby Cooler. У меня вот такой симпатичный серферский с автобусом Volkswagen. Это такой термоподстаканник, куда ставятся прохладительные напитки в жаркую погоду. Конечно же, неудивительно, что здесь он есть буквально в каждой квартире, потому что температура в Австралии летом достаточно высокая. Чтобы сохранять свое пиво или другие прохладительные напитки, холодные максимально долгое время, все австралийцы предпочитают использовать Stubby Cooler. Еще одна вещь, про которую я как-то совсем уже забыла до того, как не приехала в Австралию – это тостер. Австралийцы очень любят делать себе на завтрак сэндвичей, и тостер – это такая универсальная в хозяйстве вещь, которая используется просто постоянно. Кстати говоря, в магазине продается много такого хлеба, который так просто не едят. Он в таких вот огромных пачках, таких квадратные куски. Так вот, он специально для тостера. К этой же категории я бы отнесла Juffle Maker. Это, по сути, тоже тостер, который делает такие специальные треугольные бутербродики. Туда можно положить уже сразу два кусочка хлеба, один снизу, можно даже какую-нибудь начинку, один сверху, и потом сверху так еще все закрывается крышкой, держится какое-то время, и получается очень даже вкусно. Следующая штука – это прямо такой национальный бренд, который встречается буквально повсюду. Это всего-навсего спички. И очень популярный размер для упаковки спичек – это примерно вот такой. То есть спичка очень длинная, ей на самом деле очень удобно пользоваться в домашнем хозяйстве, даже если нужно просто поджечь свечу, которая просто стоит в подсвечнике, но туда трудно подлезть, то с помощью такой спички можно спокойно зажечь свечку, не опасаясь, что ты обожгешь себе все руки, пока это сделаешь. Ну, и для других целей они, конечно же, тоже используются. Как правило, в любом австралийском доме есть посудомойка. Даже если квартира или дом еще новый, если они только сдаются, там уже есть кухня, и там обязательно встроена посудомойка. А даже если посудомойки там нет по каким-то причинам, ее туда обязательно купят отдельно, найдут место и встроят. Кстати говоря, до Австралии я как-то никогда не пользовалась посудомойкой, всегда так пренебрежительно думала, зачем она вообще нужна, и неужели не проще и быстрее все помыть ручками. Ну, к хорошему быстро привыкаешь, и теперь я использую ее просто постоянно. Следующие две вещи я решила объединить в один пункт, и они вам наверняка хорошо знакомы. Это пищевая пленка и фольга. Мне захотелось их особенно отметить, потому что они продаются здесь в такой упаковке, которая значительно облегчает использование. То есть сама фольга лежит в такой коробочке, на боку там идут такие зубчики, что позволяет очень ровно, безболезненно это дело отрывать. Я не знаю, за то время, пока я не была в России, возможно, у нас тоже уже появились такие удобные гаджеты, которые существенно облегчают нашу жизнь. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если в ваших странах тоже такие есть, но для меня это было настоящее открытие. Следующая вещь, которая обзаводится буквально все австралийцы, это вот такая вот эко-сумка. Она, может быть, не обязательно такая. У меня в данном случае сумка из Вуверса. Сумка, которую ты постоянно забываешь либо дома, либо в багажнике машины. Таких сумок, как правило, у людей очень много. Все стремятся к экологичности, покупают их в большом количестве, а потом, да, забывают принести с собой и покупают пластиковые пакеты в магазине. А у меня сейчас в руках еще одна вещь, без которой трудно представить австралийскую кухню. Вот такие вот щипцы, которые очень популярно использовать для барбекю, приносить с собой в парке, переворачивать ей сосисочки. Австралийцы, кстати говоря, очень любят жарить барбекю, и в этом мы с ними похожи. Так вот, эти щипцы оказываются и настоящий помощник на кухне и в повседневной жизни. Знаете, я никогда их не использовала до того, как приехала в Австралию, увидела, попробовала. Поэтому и самый незаменимый помощник на кухне – сушилка для белья. Здесь это практически такой же популярный предмет для помощи поведению домашнего хозяйства, как и посудомойка. В австралийских домах есть такое специальное помещение, которое называется лондри. По-русски это прачечная. Это такая отдельная комнатка или даже просто небольшой шкафчик, где стоит обязательно стиральная машина, сушилка. Либо она может быть, например, встроенная в стиральную машину. Также там всегда есть небольшая раковина, вот именно для хозяйственных нужд. Туда ставятся всякие ведра, тряпки, чистящие средства. Очень удобно. Даже если квартира не очень большая по площади, там все равно найдется место для вот этой лондри, куда можно все поставить. Закрыть, например, дверь, если это просто шкафчик, и все красивенько, аккуратненько, никто ничего не видит. Так вот, сушилкой здесь пользоваться довольно-таки популярно. Лично я пользуюсь ей редко, потому что у меня есть такое ощущение, что она может портить вещи, что они могут немножечко садиться. Но вы знаете, когда другого выхода нет, и ты торопишься, то достаточно быстро там можно всю одежду высушить. И завершает мой список сладкая парочка из двух вещей, которые я тоже решила объединить вместе. Это кетчуп и барбекю соус. Они, конечно же, есть самых разных брендов. Упаковка тоже может быть разная, но самые популярные, которые можно везде встретить, я где-нибудь вот здесь приложу. Кстати, с кетчупом, знаете, какая интересная история? Его здесь кетчупом не называют. Он здесь томато соус. То есть, когда я говорю кетчуп, меня в принципе понимают, но здесь он называется томатный соус. Не путать с томатной пастой, это совершенно другое. А вот барбекю соус я не пробовала ни разу до того, как приехать в Австралию. Он такого темного цвета. Его используют очень часто вот именно для барбекю целей. Также он, например, незаменим в таком супер популярном австралийском завтраке, который называется Bacon and Egg Roll. Это такая булочка хлебная, которая разрезана пополам. Она смазывается вот как раз барбекю соусом. Сверху кладется яйцо, бекон, возможно, какой-то листик салата. Все это закрывается вторым кусочком хлеба. Вот такая штука, очень вкусно. Ну что ж, это был мой список вещей, которые вы можете найти, ну, наверное, в 90% австралийских домов. И если у вас есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в моих следующих видео. Всем пока и спасибо за просмотр.